Сегодня плохая погода для создания шедевров, скажет обыватель, но не споттер. Самолеты летают в любую погоду и сейчас каждая секунда дорога. Авиафотографы сегодня есть в каждом регионе страны. Увлеченные съемкой и небом создают клубы единомышленников. Своё увлечение называют споттингом. Иван Руденко прилетел в Тюмень из Уфы. Круглый год ведет фотоохоту на обычных птиц. И только когда такой исключительный случай на железных. И у тех и у тех душа. У любого самолета есть душа. Здесь больше советской техники, в частности, М-24 летают. В нашем городе, в Уфе, они раньше были. Постепенно-постепенно перестали летать. Их очень редко бывает. Но у нас летают Як-42. Тепло тут излучается вообще всем. А не то, что там, допустим, мы видим Анати, которую мы очень все любим. Считаем самым таким вот теплым, наверное, самолетом из всех. Елена Котенко мечтала стать стюардессой, но жизненный путь привел к фотографии. Здесь каждый любит небо по-своему. Всю жизнь мечтал попасть в авиацию. Вот она, авиация. Не за штурвалом, так на перроне. Я просто пришел пообщаться с дорогими друзьями, с фотографами, с коллегами. Насладиться птицами же стальными. Ощутить аромат керосина. Просто прекрасно провести сегодняшний день. Смотри, батон! Они говорят на своем языке, сразу и не поймешь. Оказывается, это самолет в небе. Есть борщи, огурцы. Это красная и зеленая техника авиакомпаний. Вкусно и с эксклюзивом, как сегодня. Споттеры встретили чеширского кота. Так представляется в соцсетях известный пилот Антон Артемьев. Да, да, вот это удача. То есть, как бы, я думаю, что со временем вот такие контакты как раз и нарабатываются не только между друг другом, но и с пилотами. Мы развиваемся. Мы говорим о том, что авиация – это очень здорово, это интересно, это романтика. Это увлекательно. И многие должны, наверное, приобщаться к этому делу. У меня семья тоже в авиации. Дедушка, мама. Я давно хотела сюда попасть. Мне здесь очень нравится, очень классно. Я вообще люблю самолеты, авиацию. В общем, переполняет радость. Попасть туда, где бывает не каждый. Увидеть то, что потом останется в памяти на всю жизнь. Споттеры едут на такую охоту за свои деньги. Удачные снимки можно потом продать, но чаще отдают авиакомпаниям даром. Благодарность за эмоции. В аэропорту, похоже, каждый сотрудник бодро заряжен, особенно тот, кто следит за безопасностью на площадках. Я всегда заряжен энергией. Всегда. Наша работа не может быть не заряженной энергией. А вот и результаты фотоохоты. Удачно и в дождь, и в снег, при пасмурной погоде и ярком солнце. Согласны? Татьяна Воротилова, Марат Бегтимиров, Алексей Зайцев. Ямал-1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова